Родник Святославы. У самого синего моря. На краю Крымской земли. Стоит древняя Феодосия. С юга город омывают морские волны. С севера тянется гряда холмов. А на западе высится гора. У подножия которой журчит источник. К концу дня уходит за гору на отдых солнца. Утром. Закончив ночной дозор. Опускается за ее вершину луна. Веками люди видели эту гору. Но никто никогда не замечал. Чтобы на ней росло что-нибудь живое. Даже злой репейник никогда не появлялся на мертвой ее вершине. Называют старые люди эту гору лысой и рассказывают о ней удивительную легенду. Давным-давно. Когда солнечная Таврия стонала под игом поработителей. А древняя Феодосия, Кафа была центром работорговли. Жил здесь богатый и знатный хан Ахмед Назы. В безумствах. В разгуле пролетела молодость. В походы он больше не ходил. Пил ароматные вина. Ел вкусные яства и утешался прекрасными пленницами. Много у Ахмед Назы было прекрасных пленниц. Но любил он больше всех Святославу, девушку из Руси. Гордая была Святослава. Смелая. Как орлица. А как пела. Как играла на гуслях. Заслушаешься. Приведут красавицу Кахмеду. Посветлеет угрюмое лицо старика. Похаживает вокруг. Поглядывает на стройный стан. Накосы длинные, золотистые и только губами причмокивает. А подойти не смеет. Взглядом останавливала. Поднимет Святослава ясные синие очи. Взглянет на хана. Усмехнется презрительно. И упадет сердце старика. Словно не она. А он был ее невольником. Любили Святославушку и невольницы за смелый и веселый нрав. За доброе сердце. За поддержку душевную. Если бы не она. И изныли бы в тоске. Измучились. Позвали однажды Святославу играть для хана на гуслях. Забели. Заплакали струны под тонкими пальцами. Лежит Ахмед на шелковых подушках. Любуется красой девичьей. Нежится. Нежился-нежился и заснул. Только этого и ждала смелая девушка. Давно созрел дерзкий план. Давно подготовила Святослава пленец к побегу. Выследила. Где хранятся ключи и как быстрее скрыться можно. Спит Хан. Похрапывает. А девушка вытащила ключи из шкатулки. Открыла потайную дверь гарема и вывела невольниц прямо в степь. Бегите. Милые. А я закрою дверь. Чтобы задержать погоню. Как птички. Выпорхнули невольницы на свободу и скрылись в темноте ночи. А Святославушка осталась дверь закрывать. Услыхали стражники шум. Схватили девушку и притащили к хану. Позеленели. Стали холодными. Как у змеи. Глаза старого деспота. Пятнами покрылись дряблые щеки. За вероломство я могу сжечь тебя заживо. Могу повесить. Утопить. Все могу. Но я могу и помиловать. Все в моей власти. Подумай хорошо. Но знай. Только одной ценой можешь искупить вину свою. Знала Святославушка цену эту позорную. Взглянула на хана презрительно и еще выше подняла гордую голову. Не покоришься. Вскричал Ахмед в ярости. Заточу в подземелье. И сушу тебя в неволе. И посадили девушку в подземелье. Словно заживо похоронили. Долго томилась она в каменной гробнице. Так долго. Что и сама не помнит сколько. Единственной радостью было для узницы видеть через крошечное оконце. Сквозь железную решетку кусочек крымского неба да слышать в тихую погоду. Как журчит маленький родничок. Пробивающийся из земли у склепа. Святослава разговаривала с родничком. Как с другом. Пела ему о своей далекой родине. Рассказывала о любимой матушке. О братьях. О молоденьком тополечке. Что рос в их саду. Под окном ее светлицы. А родничок слушал. Журчал ей в ответ о чем-то и размывал каменную стену. Чтобы пробиться в склеп кузница. Три раза приходил человек от хана и спрашивал. Покоришься. И три раза гордая узница говорила. Нет. На четвертый раз Ахмед пришел сам. Тяжело открылась ржавая железная дверь. Пахнула гнилой сыростью из подземелья. В полосе упавшего сверху света стояла не прежняя красавица. Стройная. Румяная. А какая-то тень. Похожая на привидение. Увидев ее. Хан вздрогнул и отшатнулся в ужасе. Вот что бывает с непокорными. Сказал он. Теперь ты уже никому не нужна. Разве что смерть возьмет тебя. Знать. Страшна я стала. Подумала Святослава. Когда Хан удалился. И зарыдала. И тут. Просочившись сквозь стену. Упали на землю рядом с узницей чистые. Крупные капли родниковой воды и зазвенели. Не плачь. Гордая девушка. Не горюй. Я помогу тебе. Испей воды из родника. Умойся ею и к тебе вернутся силы и красота прежняя. Не успела девушка испить несколько глотков. Умыться волшебной водицей. Как почувствовала в себе силу русскую. Воле несгибаемую. Красоту сказочную. Через день пришли в склеп ханские слуги. Увидели Святославу и глазам своим не поверили. Что за чудо. Что за красавица вышла из-под земли. Румяная. Свежая. Как заря алая. Рассказали Хану о волшебном роднике. Прибежал тот к родничку. Стал пить из него со страшной жадностью. Пей, пей. Деспот. Я окажу тебе услугу. Журчал родничок. Пил Ахмед воду. Пил. Пока не превратился в большую гору. Так и стоит с тех пор лысая гора. Огромная. Некрасивая. И ничего не растет на ней. И нет от нее ни пользы. Ни радости человеку. Зато о чудесном родничке идет добрая слава. Со всех концов земли едут люди в наш древний и помолодевший город. Чтобы набраться здоровья. Попить чистой. Искристой. Как шампанское. Минеральные водицы. Покупаться в прохладных водах синего моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова